Музыка По дороге из города Североуральска в город Краснотуринск мы заехали на Волчанское буроугольное месторождение. Месторождение отрабатывалось разрезом, открытым способом в течение нескольких десятилетий. Угли данного месторождения служили для энергетики, то есть это сырье для Богословской ТЭЦ в городе Краснотуринске, которое питало весь Северный Урал и в том числе Богословский алюминиевый завод, который потребляет очень много энергии. Но поскольку угли месторождения низкокачественные, с высокой сдольностью, эксплуатация его стала невыгодной и около 10 лет назад она была остановлена. Как вы видите, размеры этого разреза впечатляющие. То есть с учетом рекультивированной части на севере, его размеры по простиранию составляют около 10 километров, а в наиболее широкой части, значит, разрез по ширине почти 3 километра. Был период времени, когда одновременно с выемкой угля, вот в той части вы видите там такое пятно рыжего цвета, там добывались североуральским бокситовым рудником, одновременно с добычей угля добывались бокситы. То есть такая совместная добыча. В данный момент карьер затапливается грунтовыми водами, это происходит медленно, то есть уже 10 лет разрез не работает, воды понемногу скапливаются в нижней части. Ну и по всей видимости, через несколько лет здесь будет то же самое, что на соседнем Богословском угольном разрезе, где, значит, эта чаша разреза полностью затоплена. И объем воды на данный момент там около миллиарда кубических метров. То есть несколько сотен миллионов тонн добыта здесь, этот разрез, он несколько меньше, чем Богословский. Но здесь, что примечательно, значит, на этом разрезе был конвейерный транспорт. Вот на этом борту, где мы с вами находимся, если немножко проехать вот в ту часть, там дорога пересекает, конвейерный такой уклон был. В том числе там такие под дорогой были пройдены, значит, туннельчики небольшие, наклонные. Вот два конвейера стояло, которые выдавали уголь. И кроме того, здесь еще была железнодорожная откатка, то есть электрифицированная железная дорога, тяговые электровозы выдавали уголь на гора. Видите, что здесь очень развиты оползневые явления, то есть даже вот где мы находимся, видите, вот свежий оползень, буквально месяц назад еще этого не было, сейчас это вот заваливается. Ну, по рекультивации, значит, северная часть рекультивирована, засыпана полностью отвалами еще во время работы этого разреза. Что будет с этой частью, не могу сказать, ну, по всей видимости, просто будет затоплено, будет такое хорошее озеро у нас здесь. Из интересных находок в этом разрезе мы добывали образцы, значит, стволы окаменелого дерева, причем самые большие из них были по нескольку метров, по 6-7 метров стволы. Ну, конечно, такие мы не могли уже выдать, но по метру, по полтора выдавали. Ну, есть кальцитовые щеточки красивые здесь, песчаники интересные. То есть для коллекционера минералов это интересное место. Вся эксплуатация этого карьера, она сопровождалась множественными эндогенными пожарами. То есть я эти все моменты помню, мы сюда приезжали по своей службе, и вот экскаватор стоял, 10-кубовый этот драглайн, вычерпывал эти пожары, вывозили самосвалами, это складывали где-то. Значит, и до сих пор, вот смотрите, уже почти 10 лет прошло, чувствуете запах, уголь горит. То есть он же уже не эксплуатируется, разрез, а вот запах горелого угля, еще где-то остались вот эти очаги эндогенных пожаров. Месторождение до конца не отработано. То есть, видите, вот этот вот перешеек вот здесь внизу, там еще даже если присмотреться, видны выходы вот этих угольных пластов. А вот в этом уступе, видите, такая полоса тянется, вот эта белесая, вот это как раз по этому уступу, это прошел эндогенный пожар. То есть угли выгорели, и породы стали белесыми. Вот в этой части, как раз ниже вот этого эндогенного пожара, вот где-то здесь как раз были выходы этих стволов окаменелой древесины. И где-то здесь же, вот тут чуть ниже, мы в свое время добывали отпечатки папоротников, там кольцитовые щеточки всяческие. Вот, теперь уже, конечно, все подзаросло, тем более, видите, вот там вот в северной части, там проведена рекультивация, и там уже карьер засыпан отвалами. Мы выехали из Североуральска с вами, то есть Североуральск это мощные бокситовые шахты, да, такое химогенно-осадочное месторождение. Буквально 8 километров от Североуральска, это уже с Карного железорудные объекты, да, отъехали буквально несколько километров. Вот мы с вами находимся, Буроугольное месторождение. Сейчас доберемся до Краснотуринска, там куча всяческих месторождений, золотые, медные, железные, в том числе, которые сейчас эксплуатируются. То есть, посмотрите, вот небольшой пятачок земли, да, от Северного Урала, буквально там 70 километров мы с вами проедем, десятки месторождений. Причем разных, и по Генезису, и по Рудам, и насколько богатая земля вот эта. А если в горы поехать, да, там еще куча всяких. То есть, это буквально 30-40 километров в горы, там уже совсем другие месторождения. На восток немножко, там уже, значит, нефть и газ, буквально тоже там 100 километров. Земля Уральская очень богатая. Редактор субтитров А.Семкин